Хочу обратить ваше внимание на один из крупнейших модельных интернет-магазинов HOPI DNUA. Ассортимент магазина рассчитан как для юных моделистов, так и для взрослых дядек. Здесь представлены различные товары на любой вкус и кошелек. На сайте можно найти как традиционные классические модели, так и редкие и эксклюзивные. Также присутствует огромный выбор сопутствующих аксессуаров, инструментов и модельной химии. Система фильтров поиска товара поможет сэкономить ваше время, а квалифицированный персонал магазина оперативно обработает ваш заказ и отправит в любую точку земного шара. Оказав в заказе промокод, указанный в описании к ролику, гарантированно получит скидку 7%. HOPI DNUA. Это твои увлечения. Всем друзьям большой привет. Продолжаем стройку винетки 1984 Astasia и пришло время красить наш Мотолет или как его там правильно назвать. Значит, ну не знаю, что-то я долго думал, ничего толком не придумал, решил его покрасить тупо в зеленый цвет. Ну а дальше, может быть, какие-то отдельные элементы повыделяю. Ладно, давайте, сейчас я его быстренько крашану и посмотрим, что мы с ним дальше делать. Кто мечтает быть пилотом, очень смелый видно тот, потому что только смелый сам полезет в самолет, потому что только смелых уважает высота, потому что в самолете все зависит от винта. Ну что же, покрасил я наш велоцераптор или мотоцераптор. Базовый цвет, как видите, это обычный зеленый. Немножко высветлил горизонтальные плоскости сверху. То есть, как бы сбоку и снизу он более зеленый. Сверху, ну, на полтона, скажем так, светлее. Особо, конечно, не видно, но, наверное, все-таки видно. Ну ладно, дело не в этом. Дело в том, что сейчас вооружусь кисточками и как-нибудь в какие-нибудь любые керни цвета в голову придут, я кое-что здесь как бы повыделяю, поизменяю. Очень мне нравится в этом плане эта модель, что здесь можно не придерживаться никаких правил. Крась так, как тебе хочется, в любые угодные тебе цвета, и все равно это будет все правильно. Ну вот, друзья, все мои художественные изыски вылились в такой вот попугайский разноцветный самолетик. Вот так это все сейчас выглядит. Естественно, будет еще смывочка. Будут, возможно, декальки. Но пока, пока я решил его сделать таким. Я понимаю, что здесь далеко до какой-то защиты в виде камуфляжа, но мы уже с вами решили, что это все фантастика, и там возможно так. Поэтому хотелось, чтобы все было как-то красочно, ярко. Не хочется какой-то серости, приземленности. Хочется какого-то праздника. Поэтому, поэтому такой вот попугайский мотосамолет. Итак, поиздевался над моделькой, как хотел, в плане декалей. Значит, нашел у себя целую кучу всяких разнообразных декалек, и перенес их сюда. Итак, что же я здесь и откуда попереносил? Ну, во-первых, как видите, ограничение скорости 50 км в час. И приборчик, этноспидометр. Это у меня с КамАЗа. С КамАЗа 4310 остались в декале. Номер, номер, а также вот эти вот знаки радиации. У меня тут, наверное, ядерные двигатели стоят, скорее всего. И ядерное топливо там внутри. У меня какой-то есть лист декалей для авиации. Он не под какую-то конкретную модель, просто там набор всяких таких цифер, вот, из каких-то значков, поэтому таково прилепил сюда. И что еще? Да, вот, катафотик с одной и с другой стороны. И если вы заметите, красная эта полоса, вот здесь, ну, то же самое с этой стороны, красные полосы и катафот, это у меня идет с МКИ, ГАЗ М1. Помните, была такая моделька? Вот такая вот сборная соляночка у меня получилась. Значит, как говорится, я его слепила из того, что было. А потом, что было, то я полюбила. А потом, что было, то я полюбила. Все это задут еще раз голянцевым лаком поверх декали. И теперь модель готова для нанесения смывки. Чем, собственно, я сейчас и займусь. Нанес на модель я смывку. Смывка была черная, водная, от хамы. И модель сразу преобразилась. Выделились все швы. Особенно это видно на передней части, на вот этих двех дверях. И модель стала намного интереснее и выигрышнее смотреться. Так это выглядит сейчас. Снизу особо, особо такого показать нечего. Осталось немножко сделать сколов. Немножко нанести, может быть, масляные точки. Сделать ее такой, как бы выветренной, что ли. И все. Можно приступать за раскраску или роспись, как кому больше нравится пилота. Ребята, ну есть предложение не терять времени, а заняться вот этой вот женщиной, стоящей в такой недвусмысленной позе. И начать ее раскрашивать. Ну, четко, всегда это будет темпера. С цветом комбинезона я пока еще не определился. Все будет решаться по ходу, по месту. Итак, готов пилот. Ну, это женщина. Вот так вот она сейчас у меня выглядит. Под него покажу вам ее пузико. Такого вот плана. Тетя, конечно, у нее цвет комбинезона не совсем совпадает с цветом самолета, ее транспортного средства. Ну, что могу сказать по этому поводу? Ну, не так захотелось. И, кстати, ее транспортное средство. Я немножко добавил сюда тоже сколов, потертости. Немножко выглядит оно теперь по-другому. Ну, и все, что осталось, это их соединить воедино. Что я сейчас сделаю. И, по сути, покажу вам финальный результат. То, что получилось у меня сделать с этим набором. Ну, вот, собственно, и все. Happy End. Такая вот моделька получилась. Что хочу сказать. Ну, интересно было. Было интересно. Конечно, скажу прямо, что работа с суперклеем мне дается тяжелее, чем с модельным. А сюда модельный клей никак не идет, только суперклей. Но в то же время победить удалось. И в результате получилось вот такое вот. Ну, и все. С модельками покончено. Оба самолета сделаны. Сейчас, если я найду, поставлю вам оба для сравнения. Вот. Вот один, вот второй. Оба самолета у меня готовы. И пришло время делать им подставку. Но это уже будет в следующей серии. Скажу, что хочу попробовать сделать их в небе. То есть, они будут в туче. Что один, что второй. В качестве подставки будет туча. Попробуем. Вот. А на этом все. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Если есть что сказать, пишите в комментариях. А больше вам не надо. Всем удачи. И всем пока. Так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова